МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тепличный комплекс «Воскресенский». Утром на грядке, вечером на вашем столе. Мы продолжаем ходить в гости, смотреть, как живут и что едят наши участники. Сегодня идем к семье Капкиных. Так, здрасте, это вам. Держите, пойдемте. Снова нашего рациона. Да. У вас тут стройка, да, я так понимаю? У нас стройка, да, мы в полном разгаре. Молодцы. В полном разгроме. Это дополнительная спортивная нагрузка. В своем доме всегда есть своя нагрузка. Так, о, заходишь, и сразу в холодильник. Сразу прямиком в холодильник, аж два. Проголодался, зашел, поел. По этому принципу Анастасия и наела, видимо, свои 100 кило. Сейчас все иначе. Ничего. Вы намеренно вообще все убрали, да? Да, чтобы не было соблазнов. А это соусы какие-то? Это соусы, да. Уксусы бальзамические, яблочные. Это вам разрешили, да? Это все еще с прошлой жизни осталось. Ага. То есть это уже не выедите. Немножко мы еды вам привезли. Тут, смотрите. Это хорошо. Тут вот новая Актие биопротеиновая, тут с клубникой. Йогурты вот вам как раз питьевые. Давайте их куда-нибудь ставим. Вот сюда, например. Так, вот здесь творожки. Актимели маленькие. То есть это тоже новинка. Вот здесь, видишь, на эльбире. Буду пробовать. Да, буду пробовать. И тут для ребенка. И вот еще растишки. Спасибо. Что вы теперь вечером делаете? Мы теперь подходим, открываем холодильник, посмотрели на него, посмотрели на огонек, вспомнили, что мы худеем, представили, какие мы худые будем. И закрыли. Да, взяли кефир и закрыли. Салат, огурцы. Какая прелесть. Да. Весной так хочется уже зелени свежей. Укроп. Еще один салат. Салат айсберг. Не входит. Так. Правильный холодильник выглядит красиво, но радости не приносит, сокрушаются каткины. Они честно признались, хочется все пожарить, съесть мясо, добавить картошки и закусить все это колбасой и вафлями. Самый сложный отказ от наших любимых вкусняшек. От колбасок, от сладостей. Вафли, молоко. Особенно тяжело без колбасы. У меня в принципе в рационе было каждое утро завтрак у меня с колбасой. А сейчас каши. Приучили к каше. Я в принципе... Хотя объем порций достаточный, признали каткины. На тарелке даже остается лишнее. Прогресс в весе у меня практически 5 килограмм. У мужа... 3,5 порядка того. Настя свой прогресс меряет не весами и не сантиметровой лентой, а ботфортами. Вы их уже примеряли? Да. Как только начался проект, я их одела, попыталась застегнуть. Поняла, на каком уровне они сопротивляются. Сейчас от меня одела. Ну сейчас я попробую вам продемонстрировать это. Вот. Столько у нас уже не сходится. Что это за такое маленькое красивое платье? Вот такое платье. Это чье? Это мое. Хоть вам в слово верится? Это я носила, когда я заканчивала институт. То есть это был 14-й год. В моем гардеробе сейчас лосины, футболки. Почему? Потому что это быстро надеть, и оно безразмерное. Вот еще одна вещь, которая когда-то была мне как раз. Это мой комбинезон летний. Ну да. Маловато. Маловато будет, да. Спортзал посещают каждый день, уверяют Каткины. Чередуют тренажерку с бассейном и групповыми тренировками. Плюс дополнительная ежедневная зарядка дома. Женя, как мы с папой зарядку делаем? Приседаем. 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 Папа еще и всерьез увлекается мини-футболом. Играет в чемпионате республики за команду Колос из Сапогова. На тренировки доженить бы ходил три раза в неделю. После свадьбы и рождения малыша времени поубавилось. Но Иван старается чаще бывать на поле. Неоднократно в принципе признавался лучшим вратарем в Хакасии. Что считаю, как бы для меня это вообще высшим достижением. Вот этой наградой горжусь больше всего, когда был признан лучшим вратарем чемпионата Хакасии. Мы тогда заняли второе место, уступив только команде «Реформация». И в том сезоне я забил два гола, что для вратаря это в принципе невозможно. И причем забил два гола в одном матче, что одной и той же команде. Вместе пара уже три с половиной года. Познакомились с Настей и Ваней в интернете, а через год уже поженились. Показал Иван и свой пиджак из холостой жизни. Вещь у Вани еще со школьного выпускного. Пиджак в принципе застегивается, но не сидит. Так, ну он вам в руках, мне кажется, как-то. А нет, нормально? Нормально. Ну, не так уж много, но как бы хотелось посвободнее, чтобы было. Когда я его одевал раньше, был запас хороший. Сейчас Каткины готовятся открывать велосезон и копать грядки. Посадками в доме заведует Настя, а супруг планирует достраивать дом. Если у вас слишком сытый животик, такой пояс можно надевать как раз на брюшко и смело идти на пляж. На самом деле это специальный поплавок, чтобы не утонуть в бассейне. Сегодня у наших участников аква-фитнес. Занятие будет трудным, ведь до дна бассейна ребята не достают. Им нужно не только успевать за инструктором, но еще и держаться на плаву. Задействовать мышцы пресса, спины, ног. Словом, лениться на аква-фитнесе не получится точно. Когда мы позанимаемся, у нас еще три дня сжигается жир. То есть, да, и это плюс. Я так подумала, что им это будет нужно. Нагрузка в три раза больше. В три раза больше, чем на суше. У нас идет же вода, она дает сопротивление. Нам нужно с ней бороться, еще и успеть за тренером делать. И это очень все тяжело. То есть, получается, за занятие где-то 680-650 калорий сжигается. При этом в воде нет нагрузки на позвоночник и нет тяжести лишнего веса. Поэтому участники могут выполнить почти любые упражнения, которые вряд ли сделают на суше. В тренировку включены и танцы, и восточное единоборство, и силовой тренинг. За 45 минут прокачают все тело, уверяет инструктор. Четыре, три, два, один. Оп! Силой! Пошли! Назад! А внизу в воде! Ноги вверх! Ноги вверх! Конечно, просто плавали и плавали. На самом деле можно и танцевать, и всякие отжимания в воде и делать. То есть, достаточно прикольно нагрузка чувствуется, все мышцы чувствуются. Силы есть еще? Есть. Мне понравилось очень. Я занималась в детстве плаванием, и для меня вода – это вообще страсть. Поэтому вообще круто очень. Нагрузка классная, вода охлаждает вообще хорошо. Тут не легче, чем просто на суше заниматься, как тренер сейчас. Она вся мокрая, а нам хорошо. С гантылями было очень тяжело. Они выталкиваются на сушу и тяжело держать. Да, и поясницу, которая держит штука, не знаю, как она называется, тоже выталкивает. Устаешь, но за счет того, что вода, усталость не так чувствуется, как на суше, как обычные силовые. Это совсем по-другому. В принципе, можно наплюхаться. Много брызг возрешается, и это плюс. Терпимо. Не все получается, но терпимо. Мужчины на аквафитнесе, кстати, нечастые гости. К тренеру Татьяне за всю историю заплыл лишь один. Был один парень, просто поспорили. Он не выдержал, ушел. Но не ушел, он просто пошел плавать, сказал, что это кошмар, как бедная женщина вообще занимается. Разница мужчина и женщина. Мужчина занимается, он более активный, и он больше сил делает в упражнениях. А женщина, она понимает, что ей 45 минут нужно продержаться, да, она где-то себя немножко сдерживает. А мужчина нет, он зашел и ответственно работает. Но европейские мужчины теперь ходят только на аквафитнес. Это последний писк за рубежом, говорит Таня. Она недавно вернулась с международной конвенции. Так что наши парни сегодня не только в форме, но и в тренде. Когда участники вернутся сегодня домой, их ждет сюрприз. Домашнее задание от главного тренера проекта. Им нужно выполнить упражнение и предоставить нам доказательства – видеозапись. Примите исходное положение, лежа на спине. Руки заведите за голову. Поясница плотно прижата к коврику. Стопы вместе, колени чуть врозь. Выполните не менее 15 повторений. От того, насколько усердно пары выполнят задание, зависит, останутся они дальше в проекте или нет. Ведь через неделю у нас контрольное взвешивание и домашнее задание тоже будет учитываться. Спортивный клуб «Фитнес-спорт». Пожалуй, лучшее место в городе для занятий спортом. Бассейн, аквафитнес, кардиозона, современный тренажерный зал – все направления фитнеса. Каждый найдет тренировку по душе. А профессиональные инструкторы разработают индивидуальную программу занятий и питания для вашей семьи. Фитнес-спорт Чертыгашево, 84. Генеральный партнер проекта «Тепличный комплекс Воскресенский». Почему вы покупаете продукцию «Тепличного комплекса Воскресенский»? Потому что мы выбираем полезное, натуральное и свежее. И вкусное, как у бабушки. «Тепличный комплекс Воскресенский». Утром на грядке, вечером на вашем столе. «Тепличный комплекс Воскресенский».